ПАК 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 И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест И сегодня у меня снова хорошее настроение Но сегодня я снимаю дома в преддверии праздника Сегодня мы с вами поговорим, какие краски бывают, чем отличается металлик от не металлика Чем лучше металлик, либо не металлик И немножко о нормах расхода Ну, походу, еще что-нибудь я там расскажу Ну, а для начала Анекдот Ну, представьте такую картину Значит, анекдот тоже бородатый немного Его я услышал у нас на рации То есть, ну, как бы озвучиваю немножко Короче, мужик чёпает на вокзал? Два чемодана у него тут, короче, чёпает уже устал Ну, тачку ловит, ловит Ну, никто не... Тачку ловит, ловит Никто не тормозит, короче, да? Блин, в зале слышит, чё-то там скрипит, оборачивается Короче, там гужевая повозка Едет бабуся, погоняет лошадь Он тормозит Бабуся, блин, довезит до вокзала Хэй, синька, не вопрос! Рухай, короче, в телегу! Переноси кости сварь Тут залез, едет, короче А лошадь старая, древняя такая Еле дышит, короче Спина провисла, идет, едет, шарухается Короче, гора впереди, да, пригора Бабка такая Ну-ка, сынка, подтолкни лошадку Лошадка старенькая Короче, весь толкает, толкает Затолкал, короче, в гору Кое-как полчаса заехали Блин! Ну, и в телегу бабка такая Сынка, подожди, не садись Лошадь старенькая А сейчас как понесет тут же спуск большой Придержи тележку Короче, держи телегу, едут Короче, спустились Ну, только он сел, короче Бабка опять Блин, сыночка, опять пойдем Давай, подтолкни лошадку Подтолкнул, короче, весь потел Уже все, он уже жизни не рад Блин, уже пазднует на вокзал Ну, уже только прыгаем Бабка опять Сыночка, придержи телегу Там же спуск Опять держит Короче Так, спуск, подъем Спуск, подъем Спуск, подъем Раз, двадцать Так Ну, привод, езжают уже к вокзалу Вообще, мужик уже Ну, все, на нем лица нету Сидит Все такое Бабка, ну вот, приехали Да, бабка Я, конечно, все понимаю Все отлично Ну, зачем мы с собой эту лошадь тащили Такой ангелдос Как всегда Тема дня Заставка Пошла Как вы поняли, тема будет Чем отличается Простая краска, да От краски с металлик Ну, обычная краска состоит из пигмента То есть, из самого цвета, который вы видите Да, это красный, синий там Или зеленый Связующего звена и растворителя Металлик, он же, кроме всего этого Имеет и металлическую стружку То есть, вот, алюминиевую пыль Которая и придает Вот этот красивый Переливающийся цвет Технология По краске Обычной краской Конечно Намного проще Чем Краской с металлической пылью То бишь Металликом Да Чем она проще Простая краска Очень многое прощает Она уливает хорошо Металликом же Нужно наносить Аккуратно С межпрослойной сушечкой Аккуратно распылять Дабы у вас не было яблочности Что такое яблочность И как ее избежать Смотрите Вот в этом уроке Я вам дам ссылочку То есть, как ее избежать Это я расскажу Ну, как бы я сегодня расскажу Основные причины Которые могут Вернее Основную информацию Что такое металлик Что такое акрил Чем они Отличаются Чем лучше Ну, отличаются Вы поняли, да? То есть В основном Ну, такое явное Различие Это То, что В металлике Присутствует Пудра Металлическая То есть, алюминиевая В простой краске Ее нет Ну, как бы вот По наблюдениям Да Металлик Он менее подвержен Ржавению И выгоранию Почему? Как бы это легко Объяснимо Потому что Вот эта металлическая Стружка Что находится В металлике Да? Она является Хорошим Цветоотражающим Элементом То есть У вас ЛПК Лакокрасочное покрытие Нагревается Меньше От этого И старение Выгорание Краски И ее разрушение Происходит Дольше Простая краска Достаточно Ощутима Намного быстрее Теряет свои Эстетические свойства То есть Подвержена Лучам солнца И разрушению Плюс В металлике Еще У вас Покрытие Лаком идет Да? Которое И от механических Повреждений Защищает поверхность И От Ультрафиолетового Света Ну я так думаю Что от Ультрафиолетового Света Оно Все-таки Защищает Ну и Выбор Перед простой Краской И Металликом Сама Технология Нанесения И Цена Краски Естественно Простой Краски Дешевле То есть Акриловая Или алкидная Она будет Да? Оно Дешевле Так как Металлик Он сам по себе Краска Дороже Сама база Плюс Нам еще Нужно будет Покрывать Лаком И На металлике То есть Вы Подготавливаете Поверхность Идеальней Ну и Идеальней Ее надо Всегда Подбирать Ну я Имею ввиду Вот Подготовленную Поверхность Уже Даже Да? Пусть там Три-четыре Слоя Вы красите Следите за тем Чтобы у вас Не было Яблочности Плюс Все это Потом надо Красиво Покрасить Покрыть Лаком Да? То есть При выборе Лака Здесь тоже Есть Свои Нюансы Лак Есть ХС ВХС МС То есть Это вы можете Почитать Где-нибудь там В интернете Или потом Я вам расскажу То есть Чем они отличаются У них Разный Сухой остаток То есть Одни Больше Растворителем Разбавлен Другие Меньше То есть Краска У которой Меньше Сухой остаток Та ложится Тоньшим Слоем То есть Ее остается Меньше При нанесении Но Как бы Она ложится Без апельсина Но и тут А можно Разбавить То есть Я объясню так Есть быстрый Лак Средний И медленный То есть Быстрым лаком Хорошо красить Когда у вас Погодные условия Не позволяют То есть Прохладно В гараже Краска Будет Долго Сохнуть То есть У вас Быстро Испарится Растворитель И краска Не потечет Высохнет Средняя Ну при средних Температурах Понятно И медленный Лак Нужен При жаре То есть Если у вас Допустим 25-30 градусов В гараже Да Это летом Относится На солнце Не вздумайте Красить Краска Сразу Будет Но если Не закипит Хорошо То очень Большой Апельсин Медленный Для более Чего Нужен Мало Того Что Он Сам По себе Медленный Лак Еще И добавляем В него Разбавитель Тоже Медленный Так как У нас Очень Жарко И при Нанесении Лака Он у нас Будет Высыхать Практически За пистолетом Если мы Будем Красить Лаком От этого Покрытия Будет Выглядеть Ужасно Поэтому Летом Мы стараемся Пользоваться Долгими Лаками Так как Они У них Степень Испарения Не такая Быстрая И то есть Пока вы Круг прошли По машине У вас Лак Еще не Встал Даете Межслойную Сушечку Вылетело Все И снова Покрываем Второй Слой Ну Химические Составы Я не буду Красок Углубляться Да Как бы Есть Алкидные Краски Акриловые То есть Металлики Это вы Все Поняли Вот если Заметить Можно Алкидная Краска Очень Вот у Ней Туман Очень уж Такая Вонючая Когда вы Красите Туман Стоит Ужасный Опыл От нее Ну и Чисто Акриловая Тоже Как бы Туманница Металликом Красить Как бы Гораздо Приятней У него Не такой Опыл Цвет Летает Единственное Что Когда Лаком Вы Кроете Там Опыл Очень Сильный Если Вы Красите Не В Камере Поэтому Мы Красим Машину Частями Как ее Покрасить Частями Смотрите Вот В этом Уроке Нажимаем На кнопочку И Переходим В Это Видео Это Одно Ну и Когда Вы Кроете Лаком Да У вас Туман Стоит Сильный Но Этот Туман Как бы Прозрачный Он Когда Вы Красите Допустим Муренный Или Красный Цвет Они Очень Сильно Поглощают Цвет Да Если Вы Красите В Гараже И У вас Появился Этот Пыл У вас Просто Фонари Не Пробивают Через Этот Пыл Если Через Лак Вы Что То Увидите То Через Такие Краски Очень Тяжело Увидеть То Это Особенно Актуально Тем Кто Новичок И Кто Захочет Полностью Машину Покрасить В Гараже Этого Не Стоит Делать Все Таки Посмотрите Тот Урок И Как Это Сделать Лучше Машину Покрасить Частями Это Вот Как Особенности Различия Красок Да Еще Важный Момент Многие Говорят Вот Можно Ли Акрил Лаком Покрыть Можно Можно Но Никогда Не Путайте Есть Акрил Специальный Акрил Под Лак И Есть Акрил Под Лак А Есть Акрил Просто Акрил То есть Который Имеет Своем Своей Структуре Уже Имеет Лак Он Хорошо Блестит Он Красиво Смотрится Да И Лак Уже Имеет То есть Его Не надо Лаком Покрывать Но Разрушение Да Он Тоже Подается Если Вы Хотите Его Защитить Ну Можете Вариант Попробовать Через Какое То Время Хотя 2-3 Месяца Когда Он Пройдет Полную Кристаллизацию Замыть Его 2000 И Покрасить Но Если Вы Хотите Акрил Под Лак Покрасить Пожалуйста Допустим Черный Или еще Какой Пожалуйста Есть Специальные Краски Акрил Под Лак Он Так И Называется То есть Там Присутствует Монтирующая Смола Связывающая Я Не знаю Точнее Ее Химический Состав Ну Эта краска Кардинально Отличается От Простого Акрила То есть Когда Вы Ее Акрил Бывает Однокомпонентный И двухкомпонентный То есть С отвердителем Безотвердителем Когда Вы Наносите Базу Акриловую Которая Под Лак Идет Она У вас После Первого Слоя Она У вас Немножечко Матовеет Как и Металик Она Становится Матовой Вот Вы 2-3 Слоя Укрыли 4 Да Кому Сколько Надо Покрасили Машину И После Того Как Вы То есть Можно Опыл Убрать С нее Она Так же Сохнет Как быстро Как и Металик Можно С нее Опыл Убрать И Потом Уже Крыть Лаком То есть Эта Краска Химический Состав Этой Краски С Лаком Не Взаимодействует Он Так же Как и Металик Вы Покрасили Его Можно Красить Мокрое По Мокрому Если Вы Решите Покрасить Простым Акрилом Да Вот Перепутали Покрасили Простым Акрилом А сверху Начали Лаком Либо Краска Высыхает Быстрее Чем Лак Получается Что Это Сжимается А это Не Расходится Краску Затягивает Потом У вас Получается Такой Эффект Картина Жуткая Не Советую Пробовать Переделывать Ее Еще Жутче Это Надо Все Будет Снимать Короче Краска У вас Покусается Оно Даже Не На Подъем Краски Похоже Нет Это Не Подъем Это Еще Хлеще А Представьте Когда Пустыня Пустыня Видели Там На песке Вот такие Трещины Такие Глубокие Вот такая Же Фигня Очень Некрасиво Поверьте Мне Так что Когда вы Будете Приобретать Краску Вот Вы захотите Черный Допустим Цвет Да Ну Возьмем Грубо говоря Захотите Черный Цвет Подойдите К продавцу Краскам И спросите Я Хочу Покрасить В черный Металлик Но мне Нужен Ой В черный Акрил Но мне Нужен Акрил Под лак Это Другая Краска И вам Дадут Красочку Под лак То есть Вы ее Покрасите Без всяких Яких Ну Вот В принципе То что Хотела Сказать Ну И По нормам Красок Да Многие Спрашивают Сколько Нужно Краски Допустим Там На элемент Здесь Если честно Очень Тяжело Угадать Но В среднем Вот я вам скажу Сколько На машину Нужно Да На легковую Машину В среднем Нужно 3 литра Краски Базы И 3 литра Лака Многим Этого За много То есть Много Получается Некоторым Этого Может Не Хватить То есть Здесь Так все Расплывчато Все это Зависит От стиля Вашей покраски От Подложки Подложку Желательно Делать Желательно Делать В цвет Особенно Если Машина У вас Идет Пятнами То есть Там Белое Пятно Там Серое Лучше Ну Когда Забрунтуете Лучше Делать Подложечку Подложечку Близкую К цвету То есть Подложечку Вы можете Взять Любой Металлик Который Идет Не в ваш Цвет Вот Допустим Красный Красите Любую Красную Взяли Покрыли Крыло И покрасили Иначе Когда вы Покроете Все Допустим У вас Светлая Подложка Вы покрыли Вы вроде Все хорошо Закрыли Но машина У вас Обклеена Вы не Видите Оттенка Машины Вы покрасили Да У вас цвет Ровный Все Но у вас Белая Подложка И когда вы Снимаете Обклейку Тут вас Ждет Сюрприз То есть Поверхность Получается Светлее Чем Та поверхность Которую Вы покрасили Так что Будьте Внимательны Если у вас Короче Вы красите Отдельный Элемент Да Не всю Машину Желательно Делать Подложечку Под Цвет Вашей Машины Ну Либо Больше Краски Брать Уливать Так Чтобы Наверняка Чтобы Цвет У вас Был Одинаков То есть Многие Спрашивают Вот Машина Будет По-разному Выглядеть Если Красить Поэлементно Ну Бывают Бывают Да Такие Варианты Я не спорю Бывают Отчего Они Происходят От того Что У каждого Маляра Ну Если Вы Начинающий У вас Еще Как бы Почерк Не Создался Но После Двух Трех Покрасок У вас Свой Почерк Уже Будет И Вы Будете Видеть Как Вам Нужно Ложить Краску Чтобы У вас Не Отличалась Она То есть Почерк Это Во-первых Скорость Во-вторых Давление Вы Под себя Регулируете И давление Пистолета И Скорость И Расстояние С которым Вы Красите И Под Лак И Под Металлик У вас Это Будет Своё Это Всегда Персонально Как Вы Ложите Зерна Металлика Это Все Будет Персонально Я Допустим Если Дверь Перевешиваю Наоборот Не знаю Я и так Красил И Ничего У меня И снизу Вверх И сверху Вниз У меня Ничего Не Отличается Но Чтобы Покрасить Если У меня Дверь Стоит Наоборот Я Переворачиваю Супло На 90 Градусов И Вот Так Крашу То У меня Получается Я Ложу И В Обычном Положении По Другому Пистолет Поставлю То Есть Тут Могут Быть Отличия Но Это Очень Редко Когда Они Попадают Все Таки Когда У вас Будет Свой Почерк У Вас Отличия Не Будет Единственное Что Не Начинайте Сразу Кому Покрасьте Чтобы Человек Ценой Уже Был Доволен Ну И Качество Оно Тоже Все Равно Будет Машину Не Особо Серьезную Берите Вы Работаете Свой Почерк Две Три Машины Это Я Вам Гарантирую И Почерк У вас Уже Будет Свой Вы Поймете Как Вы Ложите Когда У вас Получаются Подтеки Когда Не Получаются Подтеки С Какой Разбавить Лак Или Краску Чтобы У вас Не было Шагрения Не оставалось Чтобы Не было Подтеков Опять же Чтобы Не было Яблочности Все Вот эти Варианты Учитывать Ну Как бы В основном Сложного Тут Ничего Нет Если Вы Когда Красили Забор Рисовали То Есть Этот Навык У вас Уже Заложен Просто Небольшие Коррективы Небольшие Поправки Многие Думают Металликом Красить Это Ах Как Сложно Мне Больше Нравится Красить Металликом Почему Объясню Потому что Я работаю В гараже А металлик Чем Хорош Если На него Попадает Какой-то Мусор Металлик Быстро Сохнет Между Слоями Если Какой-то На него Мусор Попадается Если Какой-то Косичок Вылез Его Всегда Можно Быстро Затереть Это место Замыть Пылинки Убрать Все Еще раз Слой Думать Понимаете Опять Мусор Какой-то Упал Убрали И потом Уже Вы Лак Ложите Первый Слой Лака Главное Положить Хорошо Все Остальные Вы уже Увалите Сколько У вас Там Пыли Не попадет Да Она Уберется Потом Ну Немножко Составит Трудо Но Она Убирается Такие Краски Хорошо Полируются Да И вообще Металликом Не знаю Мне вот Легче Работать Он не такой Вонючий При наложении Ну Как бы Про нормы Расск Про нормы Да На всю машину Три литра Вам нужно Краски Три литра Лака Да Допустим На одну деталь На крыло Это Примерно 100 грамм Ну Я советую Брать 150 грамм Пусть лучше Останется Чем У вас Не хватит 20 грамм 150 грамм На крыло Лака Ну Лака Чуть-чуть Меньше Всегда Уходит Почему-то Не знаю Несмотря Какой лак Ну Тоже 150 на 150 На капот Это 250 грамм 300 Зависит От капота Бампера Где-то 150 грамм Обычно Но Если вы Только Красите Берите 200 грамм Почему Сейчас Объясню Потому Что Очень Много Краски Уходит Это Я говорю Только Про наружку По дверям По капоту Очень много Краски Уходит Когда вы Красите Вот эти Все Под ребрами Вот эти Места Прокрасами Вы По чуть-чуть Дуете Но Краска Уходит Правильно То есть Ребра Ребра Пока Все Прокрасите То есть Краска Уходит Поэтому 200 грамм Где-то Берите На Бампер На капот Я Сказал Короче С запасом Берите Вот и Все Потому Что Дюзы У всех Разные Дюзами Кто 1,3 Металлик Ложит Кто 1,4 То есть Есть И 1,6 Сатой Красит Я знаю Таких Людей И Красит Хорошо Единственное Что Расход Краски Чуть Побольше Ну Вот Я заметил На Сате 1,6 У него Было Сопло А у Него Расход Примерно Такой Как У меня 1,4 На Моем Китайце То Ну Вот И Чем Объясняется Сата Дорогой Пистолет От Китайского Как Ложит У меня Хорошо Кладет Цвет Но Расход У меня Естественно Чуть Больше Чем На Хорошем Пистолете То Есть Я Конечно Если У вас Денежка Есть Я Рекомендую Хороший Пистолет Но Китайцы Тоже Пойдет Для Начала Руку Набьете И С китайцем Вам Будет Проще Переходить На Сату Чем С Сат И Китайцем Ну Вот В принципе Это И все Что Я Хотел Сказать Сегодня Если На Этот Урок И Я Думаю Что То Полезное Вам Сегодня Дал Еще Ну И Какими Растворителями Разбавлять Была Ссылочка Уроки По Яблочности Смотрите Там Я Рассказал Какими Растворителями Нужно Разбавлять Почему Не Стоит Так Делать Почему Не Стоит Так Делать Ну А Я Хотел Еще Поговорить Вот Предыдущем Видео Если Вы Смотрели Мы Летом Собираемся 5 августа На Слет 6 У меня Будет День Рождения Августа А 5 Числа Мы Собираемся В Бресте Подписчики Нашего Канала Уже Как бы Наррации Мы Пообсуждали Можете Посмотреть В Предыдущем Видео Это Будет В Папке Дневник Слета Канала Или В Последних Добавленных Можете Смотреть Он Был Перед Этим Видео То есть Мы Решили Собраться Не знаю Сколько Это Будет Человек Просьба Кто Не Уверен В Этом Не Писать Ничего В Комментариях Кто Поедет Пишите В Комментариях Прошлого Видео То есть Дневник Слета Пишите Я Еду Чтобы Мы Знали Какое Количество Людей Будет Ехать На Сайте Я Дам Отдельную На Главной Странице Сайта Сайт В описании Есть На Главной Странице Сайта Я Сделаю Страничку Отдельную Мы Будем Уже Точно Знать Кто Едет Этот Человек Должен Быть Зарегистрированным На Сайте Это Во-первых Регистрироваться Там Очень Легко Единственный Вариант Многие Не Могут Зарегистрироваться Не Пускает Их Почта Не Приходит Им Письмо Подтверждение Проще Сделать Как Когда Вы Нажимаете Войти Да У вас Вплывает Окошко Внизу Окошко Там Есть Яндекс По-моему И Почта И Вконтакте Вот Если Вы Есть Вконтакте Нажмите На Значок Вконтакте Там Будет Продолжить Нажали И Вас Зарегистрируют С вашей Странички Вконтакте Так Будет И В последующие Разы Входить Проще И Вас Зарегистрируют Быстро Без Всякой Почты Так Ну Это Я Объяснил То есть И На Страничке Там Мы Все Определимся Сколько Нас Человек Будет 200 300 Человек 500 Мы Вот Эту Информацию Будем Собирать Где-то Месяц Может Меньше Чтобы Я Знал Примерное Количество Народу После Чего Я Найду Фирму Которая Займется Организацией Всего Этого Мероприятия Буду Снимать На Фирму Когда Приду Буду Снимать Нам Расскажут Программку Которая У нас Будет Ну Я Вообще Рассчитываю Такую Программку Пятого Мы Все Собираемся С Лед Вечером Кто-то Отдохнет Шестого У меня Будет День Рождения Шестого Мы Начинаем Выезжать Хатынь То есть Посетим Хатынь Посмотрим Это Место Экскурсия Будет Экскурсовод Там Проведет Это Все На Обратном Пуке Мы Заедем На Линию Сталина Очень Там Интересно Тоже Потом Наверное В Мирской Замок Город Мир И Ну Естественно Беловежская Пуща И крепость Куда Без Них Это Будет Обязательно В Программе И Может Быть Если Нас Народу Будет Много То В Парке Культуры Отдыха Организуем Там Какой Нибудь Концерт Это Я Поговорю С Руководством Парка Пригласим Какие Нибудь Группы Молодые Которые Выступят Да Им Тоже Охота Появиться На людях Пригласим Телевидение Потому Что Событие Такое Уникальное Как бы Сбор Гаражников Сбор Подписчиков Канала Ну Чем Это Прекрасно Тем Что Понимаете На Мальты И в Турцию Это Сейчас Не Факт Это Может Съездить Любой А Вот Подписчики Зелу Рации Канала Олег Нестер Брест Подписчики Соберутся Это Действительно Будет Событие И Вы Представляете Пусть Это 4-5 Дней Будет И Вам Будет Что Рассказать Это Будет Освещено Это Все Будет Сниматься Это Будет Вестись Дневник Канала Все Кто Хочет Там Высказаться Все Отснимем Пусть 20 Там Часов 30 Будет Информации Да Она Будет На Сайте Вы Всегда Сможете Посмотреть Можете Можете Скачать Потом У вас Будет Обалденная Память Мало Того Что Вы Подчеркнете Какая У вас Все Таки Команда Мало Того Что Ну И Посетите Красивые Места Белоруссии Белоруссии Очень Красиво Поверьте Мне Во Вторых Все Это Не Особо Дорого Будет Когда Мы Узнаем Сколько Количества Народу Приедет Вы Можете Добраться И на Своих Машинах И На Это Но Перемещаться Здесь Мы Будем Я думаю На Автобусах Ну Будут Заказаны Автобусы Турфирмы И Я думаю Чтобы Это Сделать Все Красиво Нам Нужно Заранее Знать Времени До Августа Не Так Много Осталось Чтобы Это Было Все Красиво И Организовано Нам Нужно Знать Все Заранее То есть Количество Людей Потом Когда Я уже Договорюсь На Фирме Я Вам Вышлю Данные Все Будут Бронировать Места Допустим На Турфирме И Я думаю Если Мы Уже Там 100 Человек Даже Я начну Когда Будет 100 Человек Уже Договариваться Я думаю Будут Большие Очень Скидки То есть И Может Быть Даже На Следующий Год Соберемся Там Посмотрим На Следующий Год Может Собраться В другом Каком Нибудь Городе Если Вы Сможете Организовать Такое Дело Пожалуйста Приедем По Вам Город Так Что Вот Так Планы Грандиозные Но Не Амбициозные То есть Саму Идею Не Я Придумал Придумали Подписчики Канала В рации Зело В рации Зело Мы На Канале Олег Нестеров Брест Как К нам Выйти На Рацию Вот Ссылочка Посмотрите Это Видео Вы Поймете Как Подписаться На Рацию Как С Нами Общаться На Рации И Все Новости Про Наши Обсуждения Когда Мы Поедем Как Мы Это Будем Все Собирать Какие Свои Коллективы Вносить Быстрее Будет Сделать На Рации На Рации Меня Можно Всегда Найти Люди Все И Постоянный Пользователь Да Много Дядю Степу Возьми Степа Тоже В курсе Всего Все Кто На Рации В курсе Где Я Когда Я Выйду То есть Меня Легко Там Найти Так Что Общайтесь На Заву Рации Подумайте Хорошо Переспите С этой Новостью Нужно Вам Это Или Нет Если Вам Я Поеду Нас Там Двое Нас Трое Потому что Люди С семьей Кто-то Поедут Я буду Со своей Семьей Тоже Дядя Толя Будет Обязательно Ну Анекдот Такой Старый Кашпировский Приходит К Алкоголику Да Ну А тот Сидит С Буду Нища Кашпировский Вот Вот Зачем Ты Пьешь Вот Я могу Быть Пьяным Даже Не Выпивает Да Ну Да Ну Да Ну Говорит Как Это Тот Берет Бутылочку Ставит На стол Запечатанная Бутылка Посмотрел Посмотрел На нее Вырубился Тот Был Блин Сапка Шпировский Помер Вызывает Скорую Скорая Приезжает Ну Говорит Что С ним Да Последняя Стадия Опьянения Блин О Шоке Сел Тоже Смотрит Смотрит На эту Бутылку Смотрит Смотрит Упал Кашпировский Очухивается Блин Это Помер Алкаш Ну Пульса Нету Вызывают Скорую Что такое Да Блин Помер Ну Почему Что Случилось Слюной Захлебнулся Вот Такой Анекдот Ну А на сегодня Все Всем Добра И Бабла Здоровья Работы Много Чтобы Денежек Заработали На слет И ждем Вас Сталяси На слете В городе Брест Захлеб Захлеб